Трагедия Вагая превратилась в очередной эпизод политических баталий. 3 февраля в штате сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший токсичные химикаты, включая винилхлорид, фосген и хлороводород. Их везли более 50 грузовых вагонов, поэтому железнодорожная авария быстро превратилась в локальную экологическую катастрофу. За 10 дней из ближайших домов эвакуировали 2000 человек. Местные власти уверены, что ничего страшного не произошло. Хоть и на очистку от химикатов могут уйти годы. Жители целого округа паникуют, в особенности после того, как они начали находить умирающих животных. Федеральному правительству было совсем не до того, ведь в Вашингтоне вовсю противостояли китайским аэростатам. Министр транспорта Пит Бутиджич выждал 10 дней, прежде чем прокомментировать ситуацию. Причем самым нелепым образом, лишь выразив свою озабоченность. Республиканцы тут же припомнили Бутиджичу, как он на своем посту активно занимался борьбой с инфраструктурным расизмом, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности. Когда же случилась реальная трагедия, требующая его участия, он моментально от нее самоустранился. Причем для него это не впервой. Например, осенью 2021 года, когда в США обострился логистический кризис, Бутиджич очень вовремя скрылся в декрете. А в конце прошлого года, на фоне угрозы забастовки железнодорожников, Бутиджич уехал в отпуск в Португалию. Года полтора назад его всерьез считали возможным преемником Байдена. Впрочем, за это время Бутиджич, как и Камала Харрис, не смогли стать серьезными политиками. Это может быть одной из причин, почему Байден сам пойдет на президентские выборы, хотя даже большинство демократов не хотели его выдвижения на второй срок. Но никого лучше в его команде попросту нет.